Аюрведическая диетология Как и все разделы аюрведы, аюрведическая диетология базируется на знаниях законов природы, о которых я все время упоминаю в начале каждой лекции. И, конечно же, питание важно для всех по той простой причине, что мы без еды не можем жить. С одной стороны, нас Бог наградил таким благостным действием, как вкус еды, наслаждение едой. С другой стороны, в определенном смысле, Он нас и озадачил, поскольку эту еду нужно получить и тем более правильно выбрать. Безусловно, с фактором еды связаны очень многие заболевания. Это признает и современная медицина, и мировая статистика говорит о том, что подавляющее большинство заболеваний так или иначе связано с питанием. И о питании мы можем найти кучу разной информации, которая исходит от институтов, от каких-то людей, наделенных своим опытом, понимания правильности питания. Об эту тему сломали копья очень многие ученые, доказывая и отстаивая свою точку зрения. Сегодняшний подход, который вы услышите, возможно, для многих он будет знакомым, он основан все на тех же законах природы, которые мы не можем с вами изменить, мы не можем их подменить. И это знание ни на кого не ссылается. Оно самодостаточное по своей природе. Наоборот, все ссылаются на него, кто хочет понять правильность питания. Особенностью диетических рекомендаций в аюрведе является то, что эти рекомендации даются не только при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как это обычно делается в западной медицине. А рекомендации по правильному питанию даются при любом заболевании, которое даже не локализуется в желудочно-кишечном тракте. Если вы придете с проблемой, например, артрита, к поликлинику к врачу и спросите, как неправильно питаться, будет какая-то рекомендация, что называется, взагали. Поскольку это заболевание не локализуется в желудочно-кишечном тракте. А вот если у вас будет язвенная болезнь или повышенная кислотность, или наоборот, какой-то воспалительный процесс в кишечнике, тогда, конечно, вы от врача и в поликлинике услышите какие-то рекомендации, касающиеся, как правильно вам питаться именно на данный период, на период протекания этой болезни. Знания о правильном питании всегда были важными для понимания поддержания здоровья человека. И если мы вспомним такого классика западной медицины, как Гиппократа, то мы вспомним его некоторые выражения. Так он в пылу спора своим коллегам сказал, оставьте свои лекарства в аптеке, если вы не можете помочь человеку едой. Несмотря на то, что это представитель, так скажем, европейской медицины, но сегодня вы увидите, что этот постулат, высказанный Гиппократом, конечно же, является выражением одного из фундаментальных принципов аюрведической диетологии. Также можно и другие привести выражения. В одном из трактатов есть такое выражение. Если вы соблюдаете диету, зачем вам лечиться? И дальше это выражение продолжается следующими словами. Если вы не соблюдаете диету, зачем вам лечиться? Такой порочный круг, но мы видим, что в нем заложен глубокий смысл. Можно также привести и такое выражение. Если вы не сделали в жизни своей так, чтобы еда для вас была лекарством, тогда лекарство станет вашей едой. В принципе, эти все три выражения, они говорят об одном и том же, о ценности еды в жизни человека и о том, какие качества он несет в жизнь человека. Мы знаем, что с позиции ведического знания любая материя обладает тремя фундаментальными качествами. Известные под названием саттва, раджас и тамас. Это в полной мере, конечно же, касается и еды. То есть какая-то еда находится в состоянии саттвы, какая-то еда находится в состоянии раджаса, и какая-то еда находится в состоянии тамаса. И то, с чем соприкасается человек, такие качества он и получает от этой еды. Это же очевидно, что если вы притрагиваетесь к чему-то теплому, то ваше тело согревается. Если вы притрагиваетесь к холодному, то ваше тело охлаждается. Это, конечно же, понятно, поскольку мы впитываем эти качества от того или другого объекта. А возьмем теперь такой раздел нашей жизни, как еда. Мало того, что с едой мы получаем очень много качеств, но мы еще и должны кушать как минимум три раза в день, тем самым привнося в свою физиологию определенные качества. И если эта еда будет саттвичной, чистой, благостной, свежей, то такие же качества получает и человек. Если эта еда будет раджастичной, которая будет напрягать тело, тонизировать тело, то такие же качества будет получать и человек. И если еда будет обладать томасичными качествами, это, как правило, не свежая, консервированная еда, тяжелая, обработанная химическими какими-то препаратами, то такие же качества будет и получать человек, употребляя эту еду. Очевидно, что качества еды несут в нашу жизнь, как я уже сказал, очень много разных факторов, то ли укрепляющие наше тело и наш дух, то ли наоборот ослабляющие. Итак, аюрведическая диетология базируется на тех же принципах, на которых базируется и аюрведическая фармакология или дравья гуна. В прошлой лекции, кто был на лекции, вы помните, что мы рассматривали природу веществ с позиции вкуса, после вкуса, согревающего или охлаждающего эффекта, а также прабхавы или специфического влияния на физиологию человека. Мы очень внимания много уделяли вкусам и о том, как эти вкусы влияют на физиологию человека. Естественно, что питание – это, прежде всего, потребление продуктов, которые обладают вкусами. И знания о вкусах, так же точно, как и в дравья гуне, в едической фармакологии, так же точно и в едической диетологии, будут иметь огромное значение. Однако, вся аюрведическая диетология базируется на четырех фундаментальных принципах, которые мы последовательно разберем. Итак, первый принцип аюрведической диетологии – это то, что диета должна быть методом лечения. Я уже упомянул излечение Гиппократа и другие излечения. Еда должна быть лекарством, а лекарство должно быть едой. Это не просто выражение, которое близко нашему духу и нашему пониманию благостности этой еды. Это еда, которая должна привносить в жизнь человека такие качества, которые бы не нарушали его истинную природу. Наша природа или врожденная конституция состоит из законов природы, которые мы получаем при рождении. Эти законы природы – вата, пита и капха – обладают своими качествами. Если у человека доминирует вата, то есть у человека много сухости, холода, изменчивости, легкости, то, конечно же, еда, которая будет подходить людям этой конституции, одновременно становится и лекарством для такого человека. Если у человека доминирует качество огня – горячие, жвучие, согревающие, острые качества, то в его питании должна быть именно такая еда, которая для него будет одновременно и лекарством, и едой. И также точно для человека, у которого доминирует качество капхи – капха тяжелая, маслянистая, холодная, липкая. Человек должен получать такую еду, которая одновременно будет для него являться лекарством. Айурведа считает любую материю не просто какой-то материи. Это, скорее, сплетение и разума, и знания. И каждая клеточка материи, которую мы потребляем как еду, особенно если мы говорим о натуральной еде, обладает своим сознанием. Вы помните, что болезнь – это прежде всего отсутствие сознания. Если у человека болит сердце, примером, то это значит, что сознание страдает в этой точке физиологии. Если у человека болит сустав, это значит, что здесь недостаточно сознания, для того, чтобы поддерживать нормальное функционирование сустава. Поэтому, конечно же, любая натуральная еда прежде всего несет сознание в наше тело, поскольку является невырванным аспектом физиологии, а является проявлением целостным мироздания и целостным проявлением будет в нашем теле. Помните, я говорил о том, что травы в Аюрведе рассматриваются как камертоны. Музыканты знают, что есть камертон, который издает определенный звук с такой-то частотой. И мы настраиваем струну под камертон. Также точно любая клеточка нашего тела – это клеточка, которая вибрирует с определенной частотой природных вибраций или частотой природного закона. И травы, которые также вибрируют в согласии с природным законом, как раз и являются теми камертонами, которые настраивают вибрации нашей физиологии в соответствии с вибрациями природного закона. Еду точно так же Аюрведа рассматривает как камертоны, но не как монокамертоны, потому что редко мы встретим еду, которая обладала бы только одним вкусом или только одним качеством. Поэтому и травы, и еда – это, в общем-то, слова-синонимы, особенно в плане влияния на вибрации нашей физиологии в соответствии с вибрациями законов природы. Этот принцип Аюрведической диетологии, который говорит о том, что лекарство должно быть едой, а еда должна быть лекарством, это основополагающий принцип Аюрведической диетологии. Второй принцип, фундаментальный принцип Аюрведической диетологии – это то, что вкус еды – это не просто украшение еды. Вкус еды несет колоссальное значение и колоссальное качество в наше тело. Если мы рассмотрим древние времена, мы увидим, что люди как-то неосознанно, спонтанно неосознанно тянулись всегда к сладкому вкусу. Например, возьмите любого ребенка. Он хочет сладкого. Его никто не учил, что сладкое там полезно или не полезно. Но он хочет сладкого и просит сладкого. И я помню в советские времена, когда сладкое детям запрещали, говорили, что это вредно, потому что зубы будут выпадать там или будут крепкими. Но кто немножко уже знаком с Аюрведой, тот знает, что зубы – это дополнительная ткань костей, как и ногти и волосы. А кости управляются ватой. А сладкий вкус, вы об этом тоже многие знаете, сегодня еще раз услышите, сладкий вкус не только укрепляет кости, а значит вату, а значит и балансирует кости, ногти и волосы. Тем не менее, ребенок не просит острых специй или, например, каких-то зеленых овощей, он просит сладкого. И его естественная тяга к сладкому – это не что иное, как свободное извлечение, спонтанное извлечение знаний из его индивидуального сознания, поскольку сладкий вкус – самый важный для роста, укрепления тела и накопления структуры, что является основным важным моментом понимания детства. Когда мы говорим слово «детство», мы сразу подразумеваем, что это прежде всего рост. Без сладкого рост невозможен. Если теоретически лишить человека сладкого вкуса, его жизнь очень быстро закончится. Без сладкого вкуса жизнь невозможна. Это главный вкус. Его, конечно, очень многие исковеркали, и ученые, и социологи, и в целом общество, не понимая истинного значения. А не понимая – это значит, не обладая истинными знаниями, касающимися вкусом. Так, в западной медицине вкусом очень мало уделяется внимания. Но если только у человека кровотечение, может доктор сказать, что острый вкус вам нужно ограничивать. Или у человека просто изжоги. Тоже, можно сказать, кислый, острый, нужно ограничивать. Если у человека повышенный сахар, наверняка доктор скажет, сладкий вкус вам не полезен. Какие-то очень такие банальные подходы, которые лежат просто вот на поверхности. Однако же Аюрведа говорит о том, что вкус – это фундаментальная ценность любого продукта. Некоторые вкусы мы можем очень легко определять, а некоторые – с трудом. Поэтому Аюрведа дает четкое понимание, сколько существует вкусов, какие вкусы, с чего они состоят. То есть, все о них известно. Итак, Аюрведа говорит, что в природе существует всего шесть вкусов. Вот на этой маленькой табличке, я думаю, вам будет видно, раса на санскрите обозначает вкус. Одно из значений. Раса – это и первоткань, раса – и это вкус. Итак, существует всего шесть вкусов. Сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. Других вкусов не существует. Что бы вы сейчас ни назвали, других вкусов не существует. Второе название острого вкуса – жгучий вкус. Иногда в литературе пишут, жгучий вкус. Или вы можете в какой-нибудь кулинарной клее блюдо обладает жгучим вкусом. Это слова-синонимы – острый и жгучий. И также иногда на вяжущий вкус вы можете услышать, что это терпкий вкус. Это слова-синонимы. Других вкусов не существует. Когда вы что-то положите себе в рот, как еду, вы сразу чувствуете какой-то вкус. И ни у кого не вызывается мнение, что такое соленый вкус. Соленый – его легко определить. Или что такое острый вкус. Но это не так просто сделать, например, с горьким вкусом. Что такое горький вкус? Многие путают острый и горький. Айурведа дает прежде всего понимание того, что любой аспект мироздания состоит из первоэлементов. Помните, в природе есть пять первоэлементов. Пространство, ветер, огонь, вода и земля. И на первых лекциях я говорил, куда вы не бросите взгляд, к чему вы не прикоснетесь. Вы смотрите и касаетесь пяти божественных элементов. Пространство, ветер, огонь, вода и земля. Это акаша, ваю, агни, джала и притви. То есть в любой точке мироздания есть эти пять элементов. В том числе и вкусы состоят из этих первоэлементов. Итак, сладкий вкус состоит из двух первоэлементов. Земля и вода. Земля и вода – это тяжелые первоэлементы. И поэтому мы все знаем, что сладкий вкус – самый тяжелый. полным людям говорят, вам нельзя сладкого есть. Почему? Потому что и тяжести, и маслянистости, и так у них много. Земля и вода – это самые два тяжелых элемента. Кислый вкус состоит из земли и огня. Соленый вкус состоит из воды и огня. Острый вкус состоит из ветра и огня. Горький вкус состоит из ветра и пространства. И, наконец, последний вяжущий вкус состоит из ветра и земли. Вот это знание сразу же позволяет определить то влияние, которое оказывает вкусы на нашу физиологию. Поскольку первоэлементы, о которых я говорю, они обладают своими качествами. И понятно, что каждый первоэлемент несет эти качества и для вкуса. Считается так, что в любом продукте присутствуют все шесть вкусов. В любом, даже в соли, присутствуют и слабкий, и кислый, и острый, и горький, и вяжущий. Иначе жизнь невозможна. Жизнь – это целостное проявление. В любой точке мироздания есть все пять первоэлементов. А эти пять первоэлементов образуют все шесть вкусов. Но почему мы не можем, например, так легко определить в соли сладкий вкус? Потому что сладкого вкуса там мизерно, но он там обязательно есть. Но если кто-то обладает хорошими рецепторами, он может соленую пищу есть и говорить. Так даже поговорка такая есть. Такое соленое, аж горькое. Ну так иногда говорят. Вот это понимание того, что не только соль люди чувствуют при употреблении даже чистой соли, а и другие вкусы. Это зависит от чувствительности рецепторов сосочков на языке, которые воспринимают вкус. Любой продукт обладает всеми шестью вкусами. Возьмем, например, молоко, как один из самых распространенных продуктов. Конечно, главный вкус у молока сладкий. Но он обладает точно так же, как и все остальное, и кислым, и соленым, и острым. Есть продукты, которых один вкус полностью доминирует, и другие мы не можем почувствовать. Например, это соль. А есть продукты, которые обладают выраженными, разными вкусами, которые мы можем легко определять языком. Например, мед. Когда мы берем мед, мы, конечно, сразу чувствуем сладкий вкус, как главный вкус меда. Но если долго жевать, кто-то скажет, здесь есть терпкость, а кто-то скажет, здесь кислинка есть, а кто-то скажет, острота есть, и даже горечь есть. Только соленый вкус наименее выражен в меде, и поэтому наш язык не может его легко извлекать. Вот этот постулат, то, что любой продукт состоит из всех шести вкусов, очень важен для понимания того, что каждому из нас нужны все шесть вкусов во время нашей жизни, во время нашей еды. Поэтому какие-то рекомендации, которые сводят или исключают один вкус из еды, априори неправильные. Ну, вы помните, в советские времена были столы там такие, первый стол и до пятнадцатого. И вот там, по-моему, седьмой или пятый стол, я уже не помню, была бессолевая диета, когда человека полностью лишали соленого вкуса. С позиции аюрведы это совершенно недопустимо. Почему так? Возьмем и посмотрим, с чего состоит соль. Из воды и огня. То есть, когда мы исключаем этот вкус из еды, это значит, что первоэлементы, огонь и вода, все время не достаются нашему организму. А дальше вы увидите, что влияние соленого вкуса абсолютно специфично и бессолевая диета абсолютно невозможно, неприемлемо с позиции аюрведы. Некоторые продукты обладают вкусами при их пережевывании, тогда мы их извлекаем. И это объясняется следующим, что вкусы и по своей структуре, и по своему значению разные. Одни вкусы легкие, одни тяжелые, одни горячие, одни холодные. Поэтому они не могут перевариваться одновременно, сразу попадая в желудок только. Есть иерархия переваривания вкусов. Когда мы что-то съедаем, мы ложим еду на язык, и еда контактирует прежде всего с праной, жизненной энергией. Эта прана подает сигнал мозгу, что человек что-то кушает. Мозг отправляет сигнал в желудок. Он кушает сладкое, поэтому нужно выделить такие-то, такие-то ферменты. Или нужно проявить такую-то, такую-то активность пищеварительного огня. И вот эта пища попадает в желудок. Естественно, что для переваривания тяжелых вкусов нужно больше времени. А тяжелые вкусы, это те, которые состоят из тяжелых первоэлементов. И обратите внимание, что это не только сладкий. Везде, где есть тяжелые первоэлементы, например, кислый вкус, земля и огонь. И соленый вкус, вода и огонь. И земля и вода являются тяжелыми первоэлементами. И поэтому, когда человек проглотил эту еду, и пища попала в желудок, в желудке начинается переваривание, прежде всего, сладкого и соленого вкуса. Затем эта пища опускается на уровень двенадцатиперстной кишки. Это уже, если желудок это обитель, прежде всего, капхи, а сладкий и соленый вкус из тяжелых первоэлементов, кислый вкус, земля и огонь, уже начинает перевариваться в двенадцатиперстной кишке. Затем пища опускается ниже и попадает в тонкий кишечник, где продолжается переваривание сладкого, соленого и кислого. И, наконец, в нижних отделах тонкого кишечника и в толстом кишечнике, начиная, а это дом ваты, толстый кишечник, начинает перевариваться три легких, так называемых, вкуса. Острый, горький и вяжущий. Вот такая трансформация пищи, она обусловлена именно локализацией ваты питой капхи в нашем пищеварительном тракте. Это совсем не значит, что в желудке переваривается вся сладкая пища, в двенадцатиперстной вся кислая. Поскольку вкус – это только одно из качеств еды. Например, возьмем сладость. Эта сладость может быть сухой, например, сладкое сухое печенье. Эта сладость может быть маслянистой, например, пирожное с кремом каким-нибудь сладким. Эта сладость может быть холодной, например, зефир или мармелад. Но эта сладость может быть горячей, например, горячий сладкий пирожок. Или горячий чай, там где сахар горячий. И вторые, третьи, четвертые качества, они, конечно, предопределяют переваривание этого сладкого вкуса не только в желудке. Речь идет об основном переваривании этого вкуса в желудке. Вот это знание позволяет сказать, что не может пища одномоментно перевариваться. На каждом этапе переваривания пищи активность огня должна быть обязательной. Если пища не переваривается и пищеварительный огонь слабый, это значит, что непереваренная пища начинает отравлять нас изнутри. Особенно, если она в свое время не выводится. Знание структуры вкусов помогает понять, как эти вкусы влияют на вату, питую капку. Здесь мы должны вспомнить закон подобия и противоположностей, о котором мы уже вспоминали. Мы еще детьми учили его в школе, в разделе философии. И там был такой закон. Подобные качества усиливают подобные, а противоположные качества ослабляют. Поэтому, конечно же, понятно, что не могут вкусы одинаково влиять на всех людей. Сладкий всем не полезен, острый всем полезен. Для этого мы и изучаем структуру вкусов. Итак, эти вкусы влияют на доши таким образом. Первые три вкуса, сладкий, кислый и соленый, это тяжелые вкусы. Прежде всего, увеличивают капку и уменьшают вату. Поскольку они тяжелые, и капха тяжелая, это подобное качество. И поскольку они тяжелые, а вата легкая, это противоположные качества. Последующие три вкуса, острый, горький и вяжущий, наоборот, уменьшают капху и увеличивают вату. Поскольку эти вкусы легкие, конечно же, они обладают противоположным качеством к тяжести капхи. Поэтому они их уменьшают. А поскольку они легкие и вата легкие, эти три вкуса увеличивают вату. И, наконец, специфическое влияние на питу определено содержанием во вкусе огня. Мы только три вкуса видим, где есть огонь. Кислый, земля и огонь. Соленый, вода и огонь. И, наконец, острый, ветер и огонь. Везде, где есть огонь, это считаются горячие вкусы. Поэтому, конечно же, острый, кислый и соленый вкусы увеличивают питу, поскольку они содержат огонь. А огонь и пита это подобные качества. Наша пита состоит, прежде всего, из огня и воды. И, наконец, три вкуса, которые не содержат в своей структуре огня. Это сладкий, горький и вяжущий. Из-за этого отсутствия они никак не могут увеличивать питу, потому что в их структуре нет огня. Поэтому сладкий, горький и вяжущий уменьшают питу. Вот эта простая вторая схема позволяет понять еще более глубоко, как вкусы влияют на конституцию человека. В зависимости от доминирования ваты, питы или катхи. Опять же вспомним, что эти вкусы могут сочетаться с другими вкусами. Одно дело, если вы, например, едите сладкий торт, который будет увеличивать, прежде всего, капху. Другое дело, если вы едите мед, где тоже есть сладкий вкус. Но мед является исключением, поскольку там второй вкус, главное, вяжущий. Мед, конечно же, будет уменьшать капху. Единственная сладость. Также точно и другие аспекты. Одно дело, если вы съедите, например, какую-то тяжелую еду без специй. Эта тяжелая еда будет увеличивать капху. И другое дело, когда вы в эту тяжелую еду добавите специи. А специи у нас в основном это острый и горький вкус. И мы видим, что острый и горький вкус уменьшают капху. Поэтому вкусы, безусловно, важны. Но то, с чем они сочетаются, или по-простому способы приготовления тех продуктов, которые обладают вкусами, также имеют значение. Влияние на доши – это основа понимания, почему эта еда подходит человеку, а эта еда не подходит человеку. Закон подобия противоположностей здесь основополагающий. Если у человека много тяжелых качеств в его физиологии, то тяжелая еда будет увеличивать эти качества. Если у человека питы много горячих качеств в физиологии, то вкусы, которые будут содержать огонь, будут увеличивать эту питу. И, наконец, если у человека много легкости и сухости, люди ваты, вкусы, которые будут увеличивать вату, например, острый, горький и вяжущий, они будут увеличивать его природу и приводить к дисбалансам. В любой диете должны присутствовать все шесть вкусов. Без этого поддерживать здоровье невозможно. Но в зависимости от конституции человека, это будет следующим пунктом рассмотрения, мы должны указывать человеку, какие вкусы у него должны доминировать в еде, какие он должен употреблять в небольших количествах и какие он должен употреблять в минимальных количествах и строго ограничивать. Если любая еда материальна, что бы мы ни взяли, будь то это молоко или капуста, это материя прежде всего, и это грубая материя, то есть это элемент земли, везде, какая бы она еда ни была. Она материальна по своей природе. Поэтому земля в любой еде присутствует. Второй тяжелый элемент – вода. Мы как бы идем снизу вверх. Чем значима вода в данном случае? Без воды определить вкус невозможно. Если у человека сухой язык, им очень трудно определить вкус. А если он увлажненный, он более легко это делает. Вода – это то, что позволяет трансформироваться этим вкусом, двигаться, впитываться для того, чтобы мы смогли определить этот вкус. Поэтому, конечно, тяжелые первоэлементы, при всем при том, что мы говорим, тяжелая еда вредна, но мы видим, что даже легкая еда, та же капуста, которая считается легкой едой, она по своей природе материальна, и в ее структуре обязательно есть и земля, и вода. Далее, когда еда проглочена, каждый из нас чувствует, ну, многие чувствуют, эта еда согревает, а эта охлаждает. Вот этот согревающий и охлаждающий эффект, он очень важен для понимания полезности еды. Здесь совсем все просто. Те вкусы, которые содержат огонь в своей структуре, это кислый, соленый и острый, безусловно, дают согревающий эффект. А те вкусы, которые не содержат огня, сладкие, горькие и вяжущие, безусловно, наоборот, охлаждают. Например, многие из вас, ну, наверное, многие из вас чувствовали, что если вы выпиваете кефир, вы чувствуете, что у вас охлаждает, холодно как-то становится. Посмотрим, главный вкус у кефира кислый. И казалось бы, кислый вкус содержит огонь, он должен согревать. Но мы говорим о кефире как о промежуточном продукте. Исходный продукт – молоко, из которого мы получаем кефир. А молоко у нас сладкое. Главный вкус у молока сладкий. А сладкий вкус не содержит огня. Вот такое понимание. То есть промежуточные состояния материи важны, но мы всегда должны помнить об источнике. Вот этот согревающий и охлаждающий эффект важен по той простой причине, что мы знаем, что и вата, и пита, и капха прежде всего делятся по качествам на холодную и горячую. Вата холодная по своей природе, огонь горячий по своей природе, и капха холодная по своей природе. Какая бы еда не была полезной, натуральной, классной, дефицитной, дорогой, но если она охлаждает, то для ваты и капхи это не очень подходящая еда, поскольку они холодные по своей природе. Какая бы не была классная еда, которая согревает, она не может быть самой полезной для людей, у которых питы, а значит тепла и энергии огня в теле много. Вот так оценивается охлаждающий и согревающий эффект вкусов. После того, как мы это все прочувствовали, дальнейшая трансформация вкуса приводит к так называемому випаку или послевкусу, который мы не можем определить языком. Это происходит через какое-то время переваривания пищи. Несмотря на то, что вкусов всего 6, сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий, но когда мы их перевариваем, из этих 6 вкусов остается только 3 послевкуса. Это очень глубокое знание, которое мы не можем подтвердить эмпирическим путем. Никто не может сказать, почему после сладкого вкуса остается там сладкий послевкус. Эти все знания изложены в медических трактатах, когда-то они были положены на бумагу видящими, просветленными людьми, и мы просто следуем и доверяем этим знаниям, как истинным природным знаниям. Потому что видящие люди положили их на бумагу тоже не из своего сознания, а только боги передали им это знание. И поэтому, когда мы съели какую-то еду вечером, только на утро, через какое-то время, происходит переваривание вкусов. Важно понимать, что сладкий и соленые вкусы, первый и третий, дают сладкий послевкус, кислый вкус дает кислый послевкус, и, наконец, три оставшихся вкуса, острый, горький и вяжущий, дают острый послевкус. Это одно из объяснений, почему, например, кто внимательно смотрел, мог задать такой вопрос. Почему вяжущий вкус, который состоит из ветра и земли, почему он увеличивает вату? Там же есть земля, тяжелый первый элемент. Казалось бы, он же должен легкость ваты уменьшать, поскольку это противоположное качество. Именно потому, что это одно из объяснений. Вяжущий вкус обладает острым послевкусом, а острый вкус состоит из ветра и огня, и острый вкус увеличивает вату. Увеличивает вату. Что помогает извлекать вкусы? Конечно же, длительный процесс жевания. Помните, там, в советские годы 40 раз надо было жевать еду. Были такие пословицы, очень классные. Твердую еду нужно пить, а жидкую еду нужно жевать. Мы как бы наоборот привыкли. Твердую надо жевать, а жидкую пить. В этом выражении есть глубокий смысл. Невозможно просто проглотив еду, сразу же извлечь все вкусы. Только длительное жевание позволяет этим вкусам проявиться. Быстрая еда, как фактор плохой привычки и плохого пищеварения, причины плохого пищеварения, приводит к тому, что мы не жуем достаточное количество разы или достаточное количество времени, чтобы извлечь все шесть вкусов. Когда мы быстро жуем, мы извлекаем только три первых вкуса. Сладкий, кислый и соленый. Поэтому быстрая еда, еда на ходу, еда за рулем, еда перед телевизором, она не позволяет насладиться пищей и уделить столько времени жеванию, сколько нужно. Даже из-за столов не все этого придерживаются. И только длительное жевание позволяет извлечь из еды острый, горький и вяжущий вкусы. Поэтому длительное жевание это не прихоть, а это процесс полноценного извлечения вкусов из любой еды. Поэтому, когда мы твердую еду жуем долго, мы чувствуем, что она превращается, смешиваясь с соленой, с соками, мы чувствуем, как эта твердая еда превращается в жидкую и мы ее пьем. И также точно, когда мы жидкую еду пьем просто, это неправильно, потому что процесс жевания утрачивается. А когда мы жидкую еду тоже жуем, ну, это, конечно, больше касается супа, а не просто воды, то это позволяет из жидкой еды извлекать все эти шесть вкусов. Сейчас мы поговорим о том, как же определить этот вкус и какие продукты относятся к каким вкусам. Давайте начнем с сладкого вкуса, поскольку он самый главный. Сладкие продукты это не только в прямом смысле сладости. Конечно, все, что содержит сахар, является сладким продуктом, но я вам сделаю целый перечень продуктов, которые обладают сладким вкусом. Практически все злаки у них главный вкус сладкий. Пшеница, рис, пирог, овсянка, практически все злаки главный вкус сладкий. Далее. Практически все корнеплоды главный вкус сладкий. Картофель, буряк, морковка, там есть топинамбур, там есть вот этот сладкий картофель, батат, он даже так и называется. Но если картофель, обычный наш картофель, у кого-то спросить, какой вкус главный у картошки, но многие будут затруднения. На самом деле сладкий вкус. Дальше. Кроме этих продуктов, все продукты из молока, не скисшего молока, являются сладкими. Это молоко, сливки, сливочное масло и топленое масло. Дальше. Все вызревшие сладкие фрукты. Самыми сладкими фруктами с уровня знания юрведы являются манго, финики и инжир. Это самые сладкие вкусы. Конечно, все относительно, если манго, который лежит в супермаркете у нас, как картошка точно, то он наверняка не очень сладкий. Речь идет о вызревших фруктах. У нас это, конечно, прежде всего сливы, груши, виноград, это абрикосы, это персики, то, что растет в нашем регионе. Далее, сахар в любой форме, это прежде всего сладкий вкус. Все животные, продукты, я имею ввиду, мясо и рыба, и яйца, у них главный вкус сладкий. Видите, не только конфеты, сахар и варенье сладкий вкус. сладкая группа самая большая, самая большая. Кислый вкус, в каких продуктах есть кислый вкус? Конечно, есть кислые фрукты, цитрусовые, тот же лимон взять, вишня, какая бы она вызревшая не была, она есть кислый вкус, возьмите клубнику, какая бы она не была вызревшей, малина, во многих вызревших фруктах есть кислый вкус. Но самые главные кислые продукты это те продукты, которые испытали процесс брожения. И поэтому молочно-кислые продукты это продукты, которые получаются в результате брожения. А это значит, что даже если вы языком не чувствуете, что у творога есть кислый вкус, сам процесс брожения делает этот вкус главным у этих продуктов. Другие продукты, которые обладают кислым вкусом, это другие продукты брожения. Например, возьмем алкоголь как таковой. Без брожения алкоголь нельзя получить просто-напросто. Поэтому любой алкоголь, даже если это ликер какой-то сладкий или какое-то сладкое вино, главный вкус у них у алкоголя кислый. Поэтому любой алкоголь как кислый вкус увеличивает питу прежде всего. к кислому вкусу относятся и другие ферментизированные продукты, то есть квашеные продукты. Квашеная капуста, квашеные помидоры, грибы, арбузы, все, что мы заквашиваем, потому что там тоже идет процесс брожения. Одним из самых кислых продуктов из молочных продуктов является твердый сыр, который является продуктом длительного брожения. Мы говорим о качественных сырах, не о искусственных, которые в ваннах плавают месяц, два и три. Далее соленый вкус. Здесь все очень просто. Сама соль и все, что обильно посолено является соленым. Но есть несколько важных моментов. Все морепродукты соленые по своей природе, поскольку живут в соленой воде. Даже если вы креветки не солите или рыбу не солите, она соленая по своей природе. Поэтому вся рыба горячая по своей природе. Соленый вкус увеличивает питу. Несколько слов о соли. Я в прошлый раз говорил об артемовской соли. Сейчас еще повторю для тех, кто не был на прошлой встрече. Многие сейчас видят изобилие соли. Морская соль, черная соль, красная тибетская, из Мертвого моря. Какая хочешь соль. Они все имеют право на существование. Соленый вкус прежде всего уменьшает вату. Прежде всего. И поэтому бессолевая диета, которую я упоминал, прежде всего чревата для ваты. невозможно вату сбалансировать, если человека лишить соленого вкуса. Какое-то время сладкий и кислый могут компенсировать балансирующее влияние на вату, но соленый вкус очень важен. Что нужно запомнить, что обычная каменная соль, самая дешевая, самая доступная артемовская соль, меньше всего увеличивает питу и капху. мы видим, что соленый вкус состоит из воды и арня, и соленый вкус увеличивает капху, и здесь мы ниже видим, соленый вкус увеличивает питу. Так вот, именно каменная соль меньше всего увеличивает и капху, и питу, что очень важно для людей этой конституции. Если они почему-то совету переходят на использование морскую соль, они сильнее увеличивают и питу и капху. Каменная соль, вот наша родная артемовская соль, в этом плане самая полезная. Другие виды соли мы можем использовать как специи, но основной посол рекомендуется делать для таких особенно людей, у которых пита и капха доминируют в конституции, лучше делать обычной каменной солью. Далее острый вкус. Безусловно, главная группа острых продуктов это специи, острые специи. Это те специи, которыми мы украшаем свою еду, имбирь, черный перец, чили и так далее. Но к острым продуктам относятся и некоторые овощи, такие как редиска, сырой лук, чеснок, у них выраженный острый вкус. Острый вкус также очень важен. Если мы не имеем возможности купить себе какие-то лекарства, которые будут поддерживать, аюрведические лекарства, которые будут поддерживать активность пищеварительного огня, то с уровня еды острый вкус это то, что усиливает огонь. Это же очевидно. Если у человека не сварение, конечно же в повседневной жизни в его еде должны быть острые специи. В зависимости от его конституции определяется их количество. Также очень сильно влияет на количество этих острых специй сезон. Понятно, что летом острый вкус нам нужно уменьшать, поскольку нет нужды согревать тело. А острый вкус согревает тело. А в зимнее время, поздняя осень, зима и особенно весна, острый вкус должен быть практически у всех людей. Люди, у которых пита доминирует, это должно быть небольшое количество, но должны быть. А люди холодных конституций, таких как вата и капха, острый вкус должен присутствовать больше. Несмотря на то, что острый вкус увеличивает вату. Кроме того, что острый вкус сушит в больших количествах, но он же еще и согревает. И поэтому и для ваты, и для капхи острый вкус в холодный период очень полезен. Дальше горький вкус. Вот с горьким вкусом всегда, кто не сталкивался раньше с этим, всегда вопросы, потому что некоторым людям очень сложно назвать горькие продукты. Основной источник горького вкуса на нашем столе это зеленые овощи. В сыром виде, подчеркиваю. Особенно листовые овощи. Капусты, шпинаты, листья салата. Практически все капусты обладают прежде всего горьким вкусом. Конечно, если вы белокочанную капусту берете и сразу ее жуете, вы сразу чувствуете сладость. Но очень быстро вы чувствуете горький вкус. Горечь, конечно. Поэтому это основной источник горького вкуса на нашем столе. Кроме этого, баклажан обладает горьким вкусом, горькая тыква, которой у нас мало, которая в Индии называется карелла. Горькая тыква, она очень широко используется в Индии. Вообще в Индии, мне говорили, произрастает 200 видов тыквы. 200 видов. При этом то, что мы любим и часто употребляем в еду, такие продукты, как огурцы, помидоры, картофель, в Индии не очень любят. И на базаре они там лежат где-то подальше. Тыква у них главный овощ. так вот как раз баклажан горькая тыква, цикорий обладает горьким вкусом, а также некоторые специи, такие как шамбала, куркума, кориандр, особенно куркума и кориандр. Также некоторые растения обладают горьким вкусом, алоэ, например, полынь, ну и аюрведические растения нинт, гудучи, манжишта, которые широко используются в аюрведе. К горьким растениям также относится аир, который у нас вдоль речек растет кругом кучи. Аир очень сильное лекарство для питы и также очень сильное лекарство для тонких структур ума. Официально аир запрещен к употреблению в Америке. Считается токсическим растением. Нет допустим в использовании в Америке. Ввести аир или аир содержащие препараты в Америку невозможно. Но мы живем в Украине и я вам скажу на минуточку особенно дети отстающие в психомоторном развитии, в умственном развитии небольшие дозы аира особенно если аир сварен в молоке это просто великолепная поддержка тонким структурам ума. Но это должны быть только очень маленькие дозы лучше советоваться с врачом. Буквально это там четверть грамма или даже меньше в зависимости от возраста. если у человека конституция пита и капха ему можно 500 тыкв конечно можно можно хотя тыква и увеличивает капху но не очень сильно за на птицах не нет конечно нет а вот этот аир конечно в педиатрии это я информацию беру не от себя это информация из классических источников и аир очень широко для этого используется также некоторые фрукты обладают частично горьким вкусом у маслин есть горький вкус у грейпфрутов есть горький вкус у помелы есть горький вкус помела это как бы последнее так сказать явление наш внук когда мы помелу купили он ее так как мячик бацал потому что он не понимал это еще же не упакованы в эту сеточку имбирь имбирь острый прежде всего острый а вот финики есть такие вяжущие ну у фиников конечно главный вкус сладкий безусловно вяжущие могут быть недозрелые возможно это уже скрещивание селекция возможно но все-таки классический фиников сладкий вкус далее последний вяжущий вкус терпкий вкус его тоже на нашем столе не очень много по сравнению с сладкими продуктами и к ним относятся прежде всего бобовые растения бобовые практически все у них конечно есть и сладкий вкус но вяжущий вкус очень выражен а помните вяжущий вкус вот он вяжущий вкус увеличивает вату а вата расположена здесь поэтому все из нас испытывали после горохового супа какие-то процессы урчания вздутия каких-то колик увеличения ваты кроме бобовых некоторые орехи несмотря на то что у них тоже есть сладкий вкус обладает вяжущим вкусом грецкий орех и лесной этот фундук у меда первый вкус сладкий второй вяжущий затем другие вкусы но эти два основные в сырых зеленых овощах главный вкус горький но в сыром виде второй вкус вяжущий некоторые фрукты также обеют вяжущий вкус гранаты бывают терпкие сливы терпкий виноград классический вяжущий вкус это грузинская хурма айва не спелые не вызревшие фрукты также немножко обладают вяжущим вкусом поэтому нужно стараться всегда употреблять особенно для людей вата конституции вызревшие сочные сладкие фрукты в любом случае эта классификация позволяет прежде всего понимать что идеально когда человек из каждой группы употребляет пищу для того чтобы поддерживать прежде всего первые элементы в достаточном количестве которые образуют все проявленное вокруг в том числе и наше тело в аюрведе существует такая технология она называется шестистадийный обед это значит что за обед человек употребляет все шесть вкусов и последовательность употребления этих вкусов точно такая же как и сами последовательность вкусов то есть начинать еду нужно из сладкого вкуса что для наших людей малоприемлемо сладкое как бонус в конце что это дает вы же помните что сладкий вкус самый тяжелый понятно что для переваривания сладкого вкуса нужно и больше силы огня и больше времени если человек употребляет сладкое в начале еды это практически гарантия того что он не будет переедать потому что пока он до конца еды доходит у него наступает насыщение а если наоборот начинаем как у нас традиционно начинаем кислый и соленый что это это салат прежде всего кислый и соленый потом там борщи каши и все такое а в конце пирожное например огонь затратил свою силу на переваривание этих вкусов потом у него уже нет сил для того чтобы переварить сладкий вкус и возникает конечно же не переваривание этого вкуса непереваренный вкус остается в теле именно важно понять что сладкий вкус самый тяжелый и что в начале еды его полезно употреблять теперь рассмотрим тонкое влияние вкусов на человека сладкий вкус конечно сладкий вкус успокаивает умасливает дает вальяжность хорошее питание грубым структурам тела мышцам связкам жировой ткани внутренним органам потому что капха а сладкий вкус поддерживает капху это то что отвечает за структуру нашего тела все мы испытывали такое ну или слышали по крайней мере когда человек испытывает стресс там по работе получает нагоняй от начальника он приходит домой не домой на рабочее место и съедает пол шоколадки и говорит ху полегчало почему потому что сладкий вкус успокаивает питу человек же возбужден пита возбуждена но злоупотреблять сладким вкусом это значит увеличивать питу и ближе всего увеличивать слизе образующие процессы в теле велье м по в м 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